Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории жизни». «Коль, я тебе побольше бутербродов положу, но чтоб ты не оголодал», – заботливо сказала супруга, упаковывая еду в рюкзак. «Насть, ну куда столько?» – закатил глаза Николай. «Мне ехать максимум два часа. Ты явно перебарщиваешь. Ничего не знаю, ты должен будешь всё съесть». Коля собирался в длительную командировку, поэтому она, как любящая жена, его провожала. Он не отрывал от неё взгляда. Вернее, от кулона, который покоился на её шее. Николай точно помнил, что не дарил ей ничего подобного, а больше преподнести такой подарок было некому. Купить такое украшение сама Настя точно не могла, поскольку её зарплата библиотекаря была ужасно смехотворной. «Откуда же у тебя деньги?» – напряжённо думал он. Недавно из его заначки стали пропадать деньги. Сперва Коля подумал, что ему показалось, но когда сел, пересчитал, то осознал, что треть суммы пропала. «Тём, иди скажи папе до свидания!» – крикнула Настя. Через пару мгновений из глубины квартиры появился десятилетний мальчуган, который обнял Николая. Супруги Кретова усыновили Артёма ещё пять лет назад, когда мальчик находился уже в сознательном возрасте, однако он быстро адаптировался к новой семье, которую стал считать своей. «Веди себя хорошо и слушай маму», – усмехнулся отец, хлопая мальчишку по плечу, на что тот весело кивнул и убежал к себе в комнату. В этот момент Коля заметил, что у ребёнка появилась новая футболка. Обычно он был в курсе всех семейных трат, поскольку Настя нередко просила у него деньги. И он был уверен, что на футболку она не спрашивала. Теперь он даже не сомневался, что в краже денег замешана супруга, больше некому. Но решил это окончательно проверить. «Настя, не пускай Тёма к моему шкафу, у меня там важные документы», – сказал он, намеренно сдавая своё тайное место, где была заначка. Там, в шкафу, был потайной отсек, который появлялся, стоило только аккуратно поддеть крючок. Николаю казалось, что это идеальный тайник, и его никто никогда не найдёт. Однако, как выяснилось, он ошибся. «Ладно, скажу», – кивнула Анастасия. «Но он и так никогда туда не подходит». Его просьба показалась супруге странной, однако она не стала заострять на этом внимании, а попыталась вспомнить, что собиралась положить ему в дорогу ещё. «Да ничего не нужно, уже пора бежать», – на ходу произнёс Николай, после чего чмокнул жену в щёку. Его телефон разрывался от настойчивого звонка уже несколько минут, однако ответить он не мог, пока супруга находилась поблизости. Только когда Коля покинул квартиру и подъезд, а заодно и отошёл на приличное расстояние от дома, ибо внимательных соседах с хорошим слухом у них хватало, он принял вызов от абонента Андрюха. «Почему ты так долго не отвечал?» – послышался капризный голос. «Прости, малыш, жена всё время под боком крутилась», – виновата, – произнёс Николай, всё ещё оглядываясь по сторонам. Хоть в его жизни командировки были частым явлением, поскольку он работал снабженцем, но порой Коля специально их выдумывал, чтобы видеться со своей Наташей. Встречаться с любовницей в городе он старался как можно меньше, чтобы не быть никем замеченным, а потому нередко снимал отель где-нибудь за городом. Как только Настя проводила мужа, она тут же открыла ноутбук, чтобы заняться работой. Никто не знал, но месяц назад она стала заниматься фрилансом, в котором уже смогла добиться успеха. Ещё в юности Настя любила рисовать и заниматься творческой деятельностью, поэтому она попробовала себя в дизайне различных сайтов. У неё было хорошее чувство вкуса, а потому удалось набрать свою клиентскую базу в довольно короткие сроки. Настя горделиво провела рукой по кулону. Однажды она случайно увидела его на прилавке, когда они с мужем проходили мимо ювелирного. Но в тот момент она не решилась просить его о таком подарке. У Кули тогда задерживали зарплату, и потому покупали они только самое необходимое. Мысль о том, чтобы попробовать подработку, возникла у неё, когда она сидела на своём рабочем месте в библиотеке. Людей было не особо много, а наиболее интересные книги она уже перечитала. И потому стала бесцельно бродить по просторам интернета, пока не обнаружила сайт, где фрилансеры могут связаться с заказчиками и получить работу. Так рискнув, Настя получила о себе хороший отзыв и первый платёж, который потратила на заветное украшение. Все остальные деньги старалась тратить на Тёму, которому с каждым днём нужно было всё больше вещей. Пусть ребёнок и был приёмным, но Настя, которая всегда мечтала о детях, поклялась, у него будет всё самое лучшее, а для этого нужно больше денег. Артёмка был её гордостью. Он хорошо учился, участвовал в разных конкурсах и соревнованиях. От его достижений уже ломились полки, а они только прибавлялись и прибавлялись. Учителя его хвалили, что ещё больше радовала маму. «Милый, у тебя всё хорошо?» – поинтересовалась Настя, заходя к сыну в комнату. Ей показалось, что его что-то мучит, и потому мальчик бесцельно смотрит в стену. «Да, мам, просто задачка по математике сложноватая. Пытаюсь понять, какую лучше решить», – поспешил ответить он. «Ох, нашёл, о чём переживать», – всплеснула руками Настя. «Ты передохни, а потом попробуешь ещё раз. Ты у меня умный мальчишка. У тебя обязательно всё получится». Тот кивнул и слабо улыбнулся. На самом деле, истинная причина его печали скрывалась совсем в другом. Хотя, на первый взгляд, Тёма и был блистательным учеником, которого обожали все преподаватели, но вот с одноклассниками у него были серьёзные проблемы. Дети знали, что Артём – сирота, а потому часто шутили по этому поводу, совершенно не беспокоясь о его чувствах. Вот и сейчас, когда в чате их класса обсуждался предстоящий день матери, одноклассники высмеяли тот факт, что мать-то его бросила. А вдруг она употребляла что-то запрещённое? Написал задиристый мальчишка, которого Артём не любил больше всего. «Да по нему же видно», – поддержал другой. После этого ребята стали обмениваться колкостями, и Артём просто вышел из чата. Ему и в настоящей жизни хватало унижений, поэтому терпеть их ещё и в интернете было выше его сил. Рассказать же эту историю приёмной маме не хотелось. Он знал, что Настя примет это слишком близко к сердцу, и в порыве его защитить, отправиться в школу, чтобы устроить разборки. Только это ещё больше усугубит ситуацию, поэтому Тёма решил промолчать. Порой дети бывают очень жестоки, и Артём отчётливо ощущал это на себе. Он не понимал, чем заслужил такое отношение. Часто говорил себе, что ему просто завидуют, а потому и пытаются принизить. Спустя неделю Николай вернулся из командировки. «Привет, милый!» – тепло улыбнулась Настя, помогая ему снять куртку. За это время она уже порядком успела соскучиться по мужу. Супруг бегло кивнул. Его первая мысль по возвращению была только одна – проверить заначку. А потому он сразу же устремился к своему тайнику. К его большому удивлению, денег стало в два раза меньше. Если раньше они пропадали по чуть-чуть, то теперь исчезла довольно внушительная сумма. Взял атаки, напряжённо заключил он. «Настя!» – крикнул Николай. Супруга тут же появилась из кухни. «Да, Коль, обедать хочешь?» – участливо поинтересовалась она. «Да какой обед?» – взорвался он. «Сколько можно уже воровать мои деньги?» Улыбка, до сих пор украшавшая её лицо, тут же погасла, уступая место недоумению. «Какие деньги? Ты о чём?» – не поняла жена. Вместо ответа он схватил её за локоть и резко потянул на себя. Тем самым она оказалась прямо перед злосчастным тайником. «Видишь это?» – Николай покраснел от злости. «Здесь раньше было почти сто тысяч, сейчас только сорок. Как ты это объяснишь?» «Оль, ну я правда не знаю», – растерянно произнесла Анастасия. «Я ведь даже не была в курсе, что у тебя вообще есть деньги». «Настя, ну заканчивай уже с этим театром», – поморщился он. «Просто скажи, куда ты их делала». «Да клянусь тебе, что понятия не имею, о каких деньгах речь». Она тоже сорвалась на крик. «Я их не брала». «И кто же тогда это сделал?» – едко сказал супруг. Настя замолчала. Учитывая, что живут они только втроем, это мог быть только их сын. Но она предпочла этого не озвучивать. «Ты думаешь, я не заметил твоей новой цацки?» – усмехнулся муж, намекая на новый кулон. «Настя, я не дурак, я все вижу. А ты – полная идиотка, раздумай, что меня так можно легко развести. Ты теперь не получишь от меня ни копейки. Выживай на свою зарплату, раз такая умная». «Коля, ты об этом пожалеешь». На глаза навернулись слезы. «Ты обвиняешь невиновного человека. Я взяла подработки, и это приносит небольшой доход, но трачу я все на семью. А это?» – она покрутила в руках украшение. «Единственное, что я купила себе с первой зарплаты». «Ты хоть сама понимаешь, насколько нелепо это звучит?» – усмехнулся Николай. Его устраивало, что жена работает библиотекарем с маленькой зарплаткой. Так он был выше нее во всех отношениях. Но вот наличие нового заработка, который мог позволить Насте стать более самостоятельной и независимой, напряг его. «Это правда», – продолжала настаивать супруга. «Правда или нет, однако деньги из моей заначки пропали», – парировал мужчина, намекая, что Настя могла и работать, и воровать одновременно. Ей было ужасно обидно. Они вместе прожили столько лет. А сейчас он разговаривал с ней так, будто они были заклятыми врагами, готовыми подставить друг друга в любой момент. «Даже разговаривать не хочу с воровкой», – произнес Николай. «Победаю лучше в кафе». И с этими словами он ушел. Настя, убедившись, что сын находится в школе, опустилась на пол и горько заплакала. Она была уверена, что в их браке все прекрасно. И даже подумать не могла, что у Коли могут возникнуть такие подозрения на ее счет. Было настолько обидно, что она даже видеть не хотела мужа. Когда вечером Коля вернулся, они не сказали друг другу ни единого слова. Так продолжалось несколько дней, которые Насте показались сущим адом. Они ужинали в молчании, ложились в кровать тоже молча. Говорили только ее глаза, которые сквозили обидой, но мужу было все равно. Он смотрел на нее с равнодушием и толикой презрением. Настя продолжала выполнять свои обязанности как супруги. Готовила еду, собирала ему контейнеры с обедом на работу, гладила рубашки, но при этом они оставались в ссоре. Коля принимал все это как должное. Такая гнетущая атмосфера в семье ужасно давила. Анастасия приходила на работу в жутком расположении духа и прилагала все усилия, чтобы не сорваться на посетителях. Конфликт между родителями не укрылся от чувствительного и наблюдательного ребенка. «Мам, а почему вы с папой не разговариваете?» – как-то спросил Тема, когда они с Настей остались вдвоем. Она некоторое время помолчала, тщательно обдумывая, что можно сказать ребенку. «Милый, ну, так бывает. Иногда взрослые не понимают друг друга. Твой папа считает одно правильным, я другое, и мы никак не можем прийти к согласию». Ведь и вот объяснила Настя. Тема сдвинул брови на переносице, пытаясь осознать, что мама имеет в виду. «Но вы же помиритесь?» – с надеждой в голосе спросил он. «Конечно», – улыбнулась Настя, потрепав сына по голове. «Ты не забивай себе голову взрослыми проблемами, иди собирайся в школу». Проводив сына, Настя стала напряженно думать. Как же все-таки из квартиры могли пропасть деньги? Вспоминая несколько прошедших дней, она пришла к выводу, что никого, кроме свекрови, в гостях у них не было. Вера Александровна промелькнула в мыслях, но Настя тут же покачала головой. Ее свекрови не нужны были их деньги, она часто давала им сама, чтобы они купили что-нибудь ребенку. И какой тогда ей смысл воровать? Нет, мать Коли никогда бы так не поступила. В этом Настя была уверена. Но неужели, Тёма, при этой догадке, ее сердце болезненно сжалось. Ведь она была самой логичной. Но зачем десятилетнему мальчику такие большие деньги? У него были игрушки, которые он хотел. Родители давали ему карманные деньги, пусть небольшие, но их должно было хватать. В этот момент Анастасия услышала, как в новостях передавали, что уровень детской преступности за последнее время существенно поднялся. В городе участились случаи, когда банды подростков вымогали деньги из детей помладше. О боже! Эти новости произвели на нее такое впечатление, что она схватилась за сердце. В голове сразу закрутились дурные мысли о том, что у Артема могли появиться проблемы. И злоумышленники начали тянуть из него деньги. Богатое воображение тут же нарисовало эту картину, от которой стало не по себе. После этого Настя уже не могла сдерживаться. А потому первая нарушила их с мужем игру в молчанку, поделившись с ним своей догадкой насчет сына. — Я переживаю, что у него могут быть серьезные проблемы, — взволнованно сказала она. Вдруг какие-то гады угрожали ему и заставили украсть деньги. Однако муж ее опасений не разделял. — Да может, хватит уже выдумывать всякий бред, — закатил в глаза Николай. — Я понимаю, спихнуть все на десятилетнего ребенка проще простого. Но лучше бы ты просто призналась и вернула мое. — Господи, Коля, да я миллион раз тебе уже сказала, что не брала твоих денег. — Выделяя каждое слово, — сказала Настя. — Ты бы вообще постыдился задавать мне такие вопросы, учитывая, что сам скрывал от меня их наличие. — А че это я должен стыдиться? — выгнул бровь супруг. — Мы одна семья. А потому бюджет должен быть общий, — высказалась Настя. — С чего это интересно? — усмехнулся муж. — Если я пополняю тот бюджет почти на сто процентов, а ты вносишь в него какие-то крохи, которых даже не хватает на еду. — Как человек, на работе которого держится наша семья, я имею правы и на собственные деньги, которые тебя не касаются. Настя тяжело вздохнула. Она хотела поделиться с мужем переживаниями касательно сына, чтобы они вместе смогли придумать, что делать дальше. Однако в результате супруги Кретовы разругались еще больше. Настя поняла, что с этой проблемой придется справляться самостоятельно. И твердо решила, что когда Артемка вернется из школы, у них состоится серьезный разговор. — Мам, я дома. Словно услышав ее мысли, прозвучал мальчишеский голос. — Тем, зайди на кухню, хочу с тобой поговорить, — произнесла Анастасия. Без всяких предисловий она рассказала, почему они с мужем находятся в ссоре. — Слушай это, — мальчик нахмурился. — А теперь скажи честно, это ты взял деньги? — задала животрепещущий вопрос мать. Артем медлил с ответом. Чем заставлял ее нервничать все больше и больше? Его глаза беспорядочно бегали по кухне, избегая смотреть прямо в лицо. — Артем, — строже спросила она. — Я ничего не знаю, — запинаясь, сказал ребенок. — Я не брал. Мне уроки надо делать. И с этими словами поспешил к себе в комнату. Все это звучало настолько неубедительно, что Настя ему не поверила. И решила дать сыну немного времени, но вечером вернулась к нему с этим же разговором. — Тем, ты можешь мне все рассказать, — доверительным тоном произнесла Настя. — Обещаю, я не буду тебя ругать. — Мне нечего рассказывать. Не отрывайся от тетради, — сказал сын. — Милый, ну я же прекрасно понимаю, что ты меня обманываешь. Давай не будем все усложнять и сам расскажешь мне правду. Начиная терять терпение, сказала Настя. Однако, ребенок ничего не ответил, продолжая заниматься своими делами. Весь вечер он просидел у себя в комнате, даже не высовываясь оттуда. Сперва Настя злилась, но потом в ней поселилась настоящая паника. Она все больше убеждалась в мысли, что ее сын связался с дурной компанией, которая выкачивает из него деньги. На следующее утро Настя решила вести себя так, словно ничего не произошло. Она надеялась, что как только сын поймет, что ему ничто не угрожает и никто его не собирается наказывать, то сам все расскажет. — Хочешь, сходим сегодня в кино после школы? — предприняла попытку наладить контакт Настя. — Я уже с Егором договорился вместе готовиться к сочинению, — ответил Артем. — Ты же был у него на этой неделе уже два раза, — удивилась мать. — Ты что, решил там поселиться? — Ну, просто нам нравится вместе делать уроки. Так лучше получается все запоминать, — произнес сын. Насте ничего не оставалось, как согласиться. Но, тем не менее, она решила позвонить маме Егора, чтобы узнать, как у ребят дела. Возможно, если он не делится своими проблемами с ней, то мог упомянуть об этом в гостях? — Вы, наверное, что-то путаете. Удивилась мама одноклассника. — Артема у нас нет. — А до этого он был у вас? — напряженно спросила Настя, чувствуя, как внутри разгорается тревога. — В прошлом месяце был на дне рождения у сына, а больше я не припомню, хотя я каждый день бываю дома, — ответили на том конце провода. — Ох, ну конечно. Пытаясь придать... Пытаясь придать голосу как можно больше спокойствия, сказала Анастасия. Это же он у Димы в гостях. Извините, я перепутала. Бросив трубку, она стала судорожно собираться. Значит, сын ее обманывал. Но только ли о своем местонахождении? Если он так спокойно соврал, что пойдет после школы в гости к другу, то вполне мог наврать и про деньги. Теперь Настя была вынуждена за ним проследить. У нее не было другого плана. Единственное, что она могла сделать, это пройти путь от дома до школы, надеясь, что Артем окажется где-то неподалеку. С каждым шагом сердце стучало все сильнее. Она очень хотела найти сына, но и одновременно боялась этого. Во дворе у дома Темы его не было, в окружностях школы тоже. Оставался единственный вариант – парк, в котором школьники частенько прогуливали уроки. Стоило ей только перешагнуть через аллею, как в глаза бросился знакомый синий портфель с супергероями. Ее сын стоял у спортивной площадки и отдавал черный пакет какому-то человеку. Подойдя ближе, Настя поняла, что сын стоит рядом с бродягой, который тянет к нему свои руки. Кровь отлила от ее лица, и она ускорила шаг. «Быстро отошел от моего сына!» Точно разъяренная фурия взревела она. Тема даже подпрыгнул от неожиданности, увидев свою всегда мягкую и добрую маму в таком состоянии. «Мама?» – ошарашенно произнес ребенок. «Ты что здесь делаешь?» «Тема, тебе лучше сейчас помолчать!» Даже не глядя на сына, сказала Анастасия, все внимание которой было сосредоточено на подозрительном мужчине. «Что тебе нужно от ребенка? Во что успел его втянуть? И зачем вымогаешь у него деньги?» Она пуляла в него вопросами, словно это были смертоносные пули. Незнакомец сперва даже опешил от такого напора, но затем смог прийти в себя. «Я понимаю, как это выглядит со стороны», – вежливо начал он. «Ну, давайте лучше присядем, и я спокойно вам все объясню». «Да кто вы вообще такой?» – продолжая кричать, спросила Настя, чем привлекла внимание нескольких прохожих. От его спокойного тона она стала заводиться еще сильнее. Из ее рта уже было готово вырваться новое оскорбление, однако следующие слова сына заставили ее замереть. «Это мой настоящий отец», – сказал Тема. «Что?» – только и смогла произнести Настя. Она немигающим взглядом посмотрела на Артема, потом на бродягу. «Это какой-то розыгрыш, да?» – нервно усмехнулась она. Анастасия ждала, что сейчас из-за кустов выпрыгнет человек с камерой, бросит в нее пайетки, мишуру, и после чего они все вместе посмеются. Однако этого не произошло. «Давайте все-таки присядем», – повторил бродяга, после чего Настя позволила себя усадить и принялась внимательно слушать. «Меня зовут Михаил, и Артем действительно мой сын», – спокойно произнес незнакомец. После этого он поведал свою историю. Десять лет назад его супруга умерла в родах, оставив его одного с новорожденным ребенком на руках. Близких родственников в этом городе ни у кого из них не было, и потому помощи было ждать неоткуда. Михаил тогда работал в службе такси, и чтобы прокормить ребенка, стал брать больше смен. «В один из таких дней произошла авария», – продолжил он. «Она случилась не по моей вине, но второй участник ДТП тут же поспешил скрыться, только увидев, какой ущерб причинил машине. Разумеется, всю сумму повесили на меня». Настя в ужасе покачала головой. Она представляла, о каких деньгах могла идти речь. Выплачивать ущерб от Сутемы было нечем. Кредит банк ему не одобрил, поскольку у него была плохая история, да и слишком низкая официальная зарплата. Делать было нечего, поэтому Михаил обратился к местному криминальному авторитету, чтобы тот выдал ему займ без правки. «Если бы я только мог вернуться в прошлое, никогда бы к нему не пошел». Словно от удара помолчился бродяга. «Ведь взамен на деньги меня обязали работать на них в качестве курьера». «Они что, были связаны с чем-то запрещенным?» – догадалась Настя. «Можно и так сказать», – ответил Михаил. «Как-то меня остановила полиция и попросила показать рюкзак. Я сам не понял, что именно они там нашли, но после этого на меня сразу надели наручники и повезли в тюрьму. А Тёмку, он с любовью посмотрел на сына и вздохнул. Отправили в детский дом». Анастасия даже и не знала, что можно сказать. Она громко выдохнула, бродяга продолжал свой рассказ. За примерное поведение в колонии он получил условно-досрочное освобождение. И уже готовился к тому, что совсем скоро его должны выпустить, но тут случилось непредвиденное. «На меня упало огромное бревно, которое практически лишило меня возможности ходить», – произнес он, указывая на свою ногу. Только сейчас Настя осознала, что она у него странно вывернута. «Потому мне пришлось ещё пару месяцев пролежать в тюремном лазарете, чтобы снова встать кое-как на ноги. И только после этого меня выпустили». После этого Михаил тут же отправился в детский дом, чтобы разыскать сына. Директриса долго не хотела делиться с ним этой информацией, но всё же ему удалось её разговаривать. Оказалось, что Артём сам, втайне от приёмной семьи, надеялся найти своих настоящих родителей. Поэтому вскоре встреча отца и сына состоялась. Настя уже не могла сдерживать слёз, которые градом текли по её щекам. «Ты уверен, что это твой отец?» – дрогнувшим голосом спросила Настя. «Ты ведь был совсем маленьким, когда тебя отдали в приют, а потому можешь и не помнить своих родных». «Да», – вынужден был признать Артём. «Я уверен, это мой папа», – встрепенулся мальчик, обнимая бродягу за шею. Сердце Насти болезненно сжалось. В памяти всплыл разговор пятилетней давности, состоявшийся между ней и сотрудницей детского дома, которая уверяла её, что родители Тёмы никогда не объявятся. Женщина говорила, что мать умерла в родах, а отец ведёт аморальный образ жизни и о ребёнке даже никогда не вспомнит. «Мне ужасно стыдно, что я беру у сына деньги», – смущённо произнёс Михаил. «Но у меня не осталось другого выбора». «Травма не позволяет устроиться на работу, чтобы самому себе зарабатывать на хлеб». «Я просто хотел помочь папе», – совсем тихо сказал Артём, которому тоже было неловко. Настя запустила руки в волосы. «Ситуация действительно была очень тяжёлой». «Я понимаю, милый», – улыбнулась наконец она, погладив сына по голове. «Ты совершил добрый поступок, но деньги придётся вернуть». Настя перевела взгляд на бродягу, который тут же протянул ей пакет. «Ну, мама», – испуганно сказал мальчик, – «как же он тогда будет жить?» «Тём, это деньги твоего папы», – на этом слове Настя запнулась. «Вернее, твоего приёмного отца. И они ему очень нужны, я же тебе говорила». К счастью, совсем недавно Анастасия сдала заказчику проект, за который он щедро ей заплатил, и она даже успела снять эти деньги. «Ладно, куплю себе куртку в другой раз», – промелькнула в голове, прежде чем она протянула бродяге несколько купюр. «Возьмите, здесь не очень много, но на самое необходимое должно хватить», – сказала она. Бродяга сперва покачал головой, но совместными усилиями мамы и сына его уговорили. «Большое вам спасибо», – растроганно сказал Михаил. Настя кивнула, после чего они с Артёмом поспешили домой. При мысли о том, что нужно будет всё рассказать мужу, ей стало нехорошо. Но зато она знала, что Артём не связан ни с чем опасным и криминальным, и от этого становилось легче. Когда они пришли, Коля находился на лавочке у дома. Анастасия молча достала пакет и положила деньги перед ним. «Ага, услышал у меня наконец-то», – одобрительно кивнул он, но, пересчитав деньги, нахмурился. «Здесь не всё. Где остальное?» Тогда Настя рассказала супругу о том, каким образом из дома пропали деньги. «Вот же щенок», – ревкнул Николай и стал приближаться к ребёнку, который спрятался за спиной мамы. «Я тебе покажу, что значит воровать у отца». «Коля, прекрати». Настя преградила ему путь к сыну, выставив ладони вперёд. «Сейчас не время и не место». Она сказала Тёме, чтобы он шёл домой. И мальчик тут же поспешил скрыться в подъезде. «Ты ещё будешь наказан. Несколько недель из дома не выйдешь, вор несчастный», – крикнул вдогонку Коля. «Ну зачем ты так?» – устала, – сказала Настя, опускаясь на лавку. «Он делал это из лучших побуждений. Хотел помочь родному отцу». «Я его содержу, поэтому я его отец», – сказал Николай. «А если он хочет жить с оборванцем, то пусть катится на все четыре стороны. Пока же он находится в моём доме и будет жить по моим правилам». «Нельзя быть таким категоричным», – покачала головой Анастасия. «Тёмку тоже можно понять. Как бы хорошо мы о нём не заботились, он всегда будет искать своих родных, потому что там его корни». «Я отказываюсь это понимать», – резко ответил супруг. «Если ты или Артём ещё раз встретитесь с этим бродягой, то пеняйте на себя». Оставшись одна, Настя схватилась за голову. Она так надеялась, что эта ситуация сгладит все острые углы, однако всё стало только хуже. И напряжение в их семье достигло своего апогея. Внезапно, переведя взгляд на другую сторону дороги, она заметила знакомую фигуру. Михаил стоял, опёршись о столб, и наблюдал за ней. Она встала и пошла к нему навстречу. «Ты всё слышал?» Настя и сама не заметила, как перешла на «ты». Да, вынужден был признаться бродяга. И должен заметить, что твой муж совершенно к тебе несправедлив. Ну, его тоже можно понять, пожалуй, плечами Насти. Сперва его сын украл у него большую сумму денег, а потом выяснилось, что он делал это для родного отца. Тут любой бы сошёл с ума. Хоть она и пыталась оправдать мужа, но у неё осталось очень неприятное послевкусие от их разговора. «Я не об этом», — мотнул головой её собеседник. «Пару дней назад я видел его в компании другой женщины». «И что тут удивительного?» — усмехнулась Настя. «У нас много соседок, коллеги по работе, Коля много с кем общается». Сомневаюсь, что он стал бы обнимать и...» Он немного помолчал, подбирая подходящие слова. «И так страстно целовать соседку или коллегу». Настя сглотнула. Ей не хотелось верить в то, что Коля изменщик. «Ты что-то путаешь, он не мог», — пробормотала она, глядя себе под ноги. «Нет», — резко ответил Михаил. «Я отчётливо разглядел твоего мужа. Ошибки быть не может». Домой Настя поднималась на негнущихся ногах. Мысль о том, что Коля может касаться другой женщины, причиняла ей боль на физическом уровне. «Нет, нет, нет, такого не может быть», — мысленно повторяла сама себе, убеждая себя в том, что Михаил ошибся. «Да из какой стати я должна верить человеку, которого знаю безгоду неделю?» продолжала размышлять Настя. Однако семя сомнений всё равно продолжало зреть у неё внутри. Эти мысли мучили на протяжении всей ночи, которую она практически не спала. В обед решила позвонить мужу. «Коль, что ты хочешь сегодня на ужин?» Как бы ни взначай, — поинтересовалась она. «Ничего не надо. У меня много работы, поэтому вернусь поздно», — ответил супруг. «Жалко», — сказала Настя. «Ну что поделать. Нужно заканчивать квартальный отчёт. Всё, больше говорить не могу. Здесь поем». И с этими словами он сбросил звонок. Настя в одиночестве сидела в пустой библиотеке и задумчиво крутила в руках телефон. Она анализировала их семейную жизнь, пытаясь вспомнить, когда они в последний раз куда-то ходили вместе. Не получилось. Затем думала, когда получала от него цветы или подарки, результат тот же. Но ведь все семейные пары так живут. Пытаясь оправдать супруга, говорила сама себя Настя. Конфетно-букетный период — это удел подростков и молодожёнов. И с такими мыслями она просидела до вечера. «Нет, я так больше не могу», — решила Настя, сорвавшись с места. Она должна была проработать ещё два часа, но вместо этого закрыла библиотеку и отправилась к месту, где работал муж. Остановилась в паре метров от офиса, переминаясь ноги на ногу. Идея проверить его сейчас уже не казалась такой хорошей. Ей хотелось просто свернуть в сторону дома и забыть обо всём. Но вдруг подъехала чёрная машина, из которой появилась длинноногая брюнетка в короткой юбке и лёгком джемпере. Глядя на неё, Настя даже поёжилась от холода. Время показывало пять вечера. А значит, Коля должен был закончить свой рабочий день. Но сегодня это было неактуально, поскольку он сказал, что задержится на работе. Настя помнила это, но что-то необъяснимое заставило её остаться. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет делать дальше загадочная дама, которая тоже кого-то терпеливо дожидалась. Через несколько минут появился Николай. Сердце пропустило несколько ударов, когда брюнетка подбежала к нему и угодила в его широкие объятия. «Зай, ну почему так долго?» – протянула она. «Устала, постарела, пока тебя ждала на этом холоде». «Прости, малыш», – улыбнулся Николай. «Что мне купить, чтобы ты согрелась?» «Вообще-то я присмотрел одну шубку, чувствуя, что мужчина уже на крючке», – сказала брюнетка. Остальную часть их разговора Настя не слышала, поскольку они сели в машину. Поймав такси, она поехала следом. Голова шла кругом от горького осознания. Коля ей изменяет. Слова бродяги оказались правдой. Парочка, словно не чувствуя, что за ними наблюдают, выбрала место окна. А потому для Насти открывался широкий обзор. Как супруг целует руку другой женщине, а после они пьют вино. Она стала сотрясаться от рыданий. Ей было так обидно, что хотелось просто упасть на землю, чтобы как следует выплакаться. И ведь этому человеку она когда-то отдала сердце. Это от него она хотела родить ребенка. А когда не получилось, с ним прошла все тяготы усыновления. «Все эти годы я жила с предателем», – злобно подумала Настя, вытирая щеки от слез. Успокоившись, чтобы не пугать сына, она отправилась домой. «Темочка, послушай меня сейчас внимательно». Порывисто, обхватив сына за плечи, сказала Настя. «Нам с тобой сейчас нужно быстро собраться и уехать. Поэтому возьми с собой самые необходимые вещи и, пожалуйста, не копайся». «А куда мы поедем?» – округлил глаза Артем. «Милый, ты сначала соберись, а потом отвечу на все твои вопросы. Не отвлекайся», – сказала Настя, после чего скрылась в комнате. «Она достала с полки чемодан, который они когда-то покупали, чтобы с ним летать в отпуск. И самое интересное, что в отпуск они так и не съездили. И потому пылился он без дела». «Ну вот теперь ты мне и понадобишься», – усмехнулась Настя, лихорадочно скидывая вещи в чемодан. Чтобы уложиться и собраться, им понадобилось полчаса. А потому. Вскоре они уже сидели в такси, которое везло их на другой конец города. Настя смогла договориться со своей подругой, чтобы она ненадолго их приютила, до того, как они смогут найти новое жилье. Ведь после такого гнусного предательства Настя не была готова оставаться под одной крышей с мужем. Когда Николай соизволил вернуться домой, то там было пусто. Многие шкафы были вывернуты, а полки пустовали. На холодильнике висела бумажка с красноречивой надписью «Предатель». «Узнала все-таки», – безэмоционально заметил Коля. «Ну ладно, так даже проще. Теперь не придется тратиться на отель». Ему было настолько все равно, что даже не убирая с холодильника бумажку с оскорблением, он достал банку пива и отправился к телевизору, предвкушая одинокий и расслабленный вечер. Когда футбольный матч закончился, Николай снова вспомнил про существование жены и решил написать ей сообщение. «Завтра подам на развод. На долю в имуществе можешь даже не рассчитывать». Короткое и ясное, а также лишенное всяких чувств послания, еще больше разозлило Настю. «Ну какой же подлец!» – агрессивно заметила она, сидя у подруги на кухне. Тёма уже спала, а потому Настя могла ей рассказать обо всем, что происходит у них с мужем, не стесняясь в выражениях. «Даже не извинился и не спросил о том, как сын!» – раздраженно заметила Настя, еще больше разочаровываясь в супруге. «Да уж, мужчины они такие!» – протянула подруга, которая сама была несчастна в личной жизни. «Ты уже придумала, как объяснить все это сыну?» Настя спрятала лицо в ладонях и глухо застонала. Разумеется, она ничего не придумала. И вообще, с трудом представляла, как дальше строить свою жизнь. Ведь их ожидал развод. Своего жилья не было и вдобавок нужно было совмещать две работы, чтобы хоть как-то прожить. «Не знаю, надеюсь что-нибудь придумать», – неопределенно сказала Настя. К счастью, когда они приехали к подруге, Тёма уже так устал в школе и на секции, что сразу лег спать и не стал снова задавать вопросов. А потому у мамы было время, чтобы придумать что-то связное. Спустя пару дней подруга тактично намекнула, что к ней собираются приехать родители. Настя пообещала съехать в ближайшее время и потому стала активнее присматривать квартиру. Ситуация осложнялась тем, что денег было совсем немного. А объяснить арендодателям, что она работает во фрилансе и скоро у неё будет заработок, было трудновато. «Послушайте, я вас уверяю, со мной проблем не возникнет», – с жаром объясняла Настя. «Ну да, официально я только библиотекарь, но также веду ещё деятельность, связанную с фрилансом. У меня там зарплата выше». «Нет, дочка, не стану я так рисковать», – отмахнулась бабуля, на которую Настя очень рассчитывала. «Только пусти тебя, так ты со своим ребёнком на шею мне сядешь, и я тебя отсюда не смогу выгнать». «Да почему?», – взорвалась Анастасия, которая за день посмотрела уже больше пяти квартир, и все хозяева отвечали ей отказом. В конце дня у неё не было никаких сил, а потому она махнула рукой и отправилась вместе с Артёмом в библиотеку. Там было хотя бы тепло. Из одного кабинета принесла два кресла, на которых вполне можно было уснуть. «Потерпи, милый», – сказала Настя. «Обещай, мы тут ненадолго. Я скоро что-нибудь придумаю». Артём соглашался, хотя глубоко внутри очень переживал. Настя рассказала ему правду, что они с мужем собираются развестись. Единственное, о чём умолчала, было существование любовницы. Решила, что сыну не обязательно о таком знать. Так они и провели в библиотеке несколько дней. Каждую ночь Настя упорно работала, выполняя заказы. Надеялась, что таким образом сможет собрать деньги, которых хватит хотя бы на крошечную однушку. Спала не больше трёх часов. После чего собирала сына в школу и быстро убирала их в спальные места до прихода коллег. К счастью, с ней работали только две пожилые женщины и директор, которая появлялась на рабочем месте нечасто. Но в один из дней Настя проснулась слишком поздно, а потому не успела убрать следы своей ночёвки. Именно в таком состоянии, в ночной рубашке и тапочках, её и застала проверка, которую возглавлял директор библиотеки, Владимир Александрович. «Анастасия, вы в своём уме? Что вы здесь устроили?» Кричал маленький лысый мужчина, который уже успел покрыться испариной от возмущения. Настя быстро намекнула сыну, чтобы он шёл в школу. Сама постаралась поговорить с начальником. Что-либо выдумывать в её ситуации было глупо, а потому она во всём призналась и попросила прощения, рассчитывая на его милость. «Нет, уж такого я не потерплю!» Директор остался равнодушен к её словам. «Вы нанесли большой удар репутации нашей библиотеки, и потому я объявляю вам выговор. А если не прекратите здесь ночевать, я вас уволю!» Когда вся делегация ушла, Настя опустилась на пол и, уткнувшись лицом в колени, безмолвно закричала. «Она уже так устала от этих бесконечных проблем! Вот что теперь делать?» Время уже клонилось к обеду, когда ей позвонил Тёма и попросил встретить его у школы. Когда Настя туда приехала, вместе с сыном её ожидал Михаил. «Тёмка рассказал мне о ситуации, в которую вы попали, и я хотел бы помочь», — сказал протяга. «Недавно я устроился на работу сторожем, и у меня есть немного денег. Надеюсь, этого хватит, чтобы объяснять хоть что-то». «Боже, не стоит!» — смущенно сказала Анастасия, которая привыкла решать проблемы сама. «Я тоже работаю, и обязательно что-нибудь придумаю». «Настя, пожалуйста». Он подошёл ближе и коснулся её ладони. «Позволь помочь тебе и сыну. В какой-то степени это же я виноват, что вы оказались в таком положении». «Нет». Она энергично покачала головой. «Уж лучше знать правду, чем столько времени жить во лжи. Ты всё сделал правильно». Настя была очень растрогана таким внезапным порывом со стороны Михаила. Удивительно, что даже в таком положении он смог оставаться человеком. Она ведь знала, что ему самому сейчас нужны деньги. И потому такая помощь была ещё ценнее. Теперь поисками жилья они были заняты вместе. Всё так же получали множество отказов от владельцев, как и несколько недель назад, но теперь это переносилось гораздо легче. Наконец, удача им улыбнулась. И одна бабуля согласилась сдать им флигель. Он был небольшого размера, но вполне позволял разместиться трем людям. Тем более плата была совсем мизерная, что не могло не радовать. «Спасибо вам большое». Настя сердечно поблагодарила пожилую женщину. Она была так счастлива обрести свой угол, что ей было неважно, насколько он старый и маленький. Главное, что теперь никто её не выгонит отсюда. «Да не за что», — улыбнулась хозяйка. «Вы обживайтесь, а потом заходите ко мне на чай с вишнёвым пирогом». Раиса Ивановна оказалась доброй женщиной. И она очень полюбила Тёмку, который проявил интерес к её библиотеке. «Ну какой начитанный мальчишка!» — восхищённо сказала она. И очень скоро стала называть его внучком. Артём был только рад появлению любящей бабушки, а потому много времени проводил с ней. Спустя неделю они уже привыкли к новому месту. Сын был рад больше всех, потому что новый дом располагался совсем рядом со школой, и теперь он больше времени мог поспать утром перед ней. Как-то, когда Настя находилась в библиотеке, раздался телефонный звонок. Это был Михаил, который недавно обзавёлся мобильным. «Настя, кажется, Тёмка серьёзно заболел», — взволнованно сказал мужчина. Этих пары слов хватило, чтобы она молниеносно подскочила с места и, оставив библиотеку на сменщицу, рванула домой. И пусть за ней сейчас внимательно следил директор, который поклялся уволить её за ещё один промах, ей было всё равно. Ведь дома находился больной ребёнок, который нуждался в ней гораздо сильнее. Когда Настя приехала, в доме уже была скорая. Её вызвали обеспокоенные Михаил и Раиса Ивановна. «У вашего сына бронхит», — констатировал врач. «Да, это острое респираторное заболевание, но при правильном лечении всё будет нормально. Единственное, оно заразное. Поэтому советую вам, во-первых, изолировать ребёнка, а во-вторых, вам с мужем нужно сдать кровь на анализ». Настя хотела сказать, что они с Михаилом не состоят в браке, но решила, что это не важно. В этот момент мужчина кинул на неё выразительный взгляд, но ничего не сказал. В итоге они отправились в больницу. Когда процедура была окончена, Настя вспомнила о своих сомнениях насчёт родства Артёма и Михаила, а потому, как бы между прочим, решила поинтересоваться об их группах крови. «У вашего мужа первая, так же, как и у сына», ответила медсестра. К сожалению, эта информация ей особо ничего не дала, а потому она попросила провести тест ДНК, который бы смог точно определить родство. Когда ей принесли заветную бумажку, она стала жадно вчитываться. «Ноль процентов», прочла Настя, прикладывая руку к губам. Всё-таки предчувствие её не обмануло. Но как теперь сказать об этом Михаилу, который души не чает в Артёме? Они вчера, например, весь вечер провели вместе, и Настя долго не могла насмотреться, как отец и сын играют в футбол. Михаилу не всегда было удобно, поскольку травмированная нога давала о себе знать, но он забывал про боль, чтобы поиграть со своим сыном. И что ещё сложнее, как сообщить эту новость ребёнку, который только недавно обрёл любящего отца? У него и так в последнее время было много потрясений, так ещё и это. А что, если он замкнётся в себе, и она его потеряет? От такого количества тревожных мыслей заболела голова. Настя решила выйти на воздух, а на улице её уже дожидался Михаил. Может, вообще ничего не говорить? Промелькнуло у неё в голове. Но она тут же отказалась от такой идеи, рассудив, что это неправильно. Когда её обманывал муж, бродяга рассказал ей правду. И теперь он тоже заслуживает того, чтобы она была с ним честна. «Ну что, идём домой?» спросил он. «Погоди», – остановила его Настя. «Давай лучше присядем. Мне нужно тебе кое-что сказать». На улице уже было темно. А потому во внутреннем дворе больницы оказались только они одни. Светил единственный фонарь, поскольку остальные оказались неисправны, что добавляло и без того гнетущей атмосфере ещё больше мрака. Собравшись с мыслями, Настя рассказала обо всём, вручив Михаилу результаты ДНК-теста. «Прости, что сделала это за твоей спиной», – виновата, – сказала она. «Но я должна была убедиться». «Получается, Тёмка не мой сын», – словно под гипнозом сказал Михаил, сжимая в руке лист бумаги. Настя кивнула. «В её глазах сейчас было столько боли, что ей самой стало не по себе». Сколько Михаил не сдерживался, но на его глазах проступили слёзы, а через пару мгновений грудь сотрясли рыдания. Она не могла спокойно смотреть на человека, с которым сблизила за последнее время, а потому заключила его в свои объятия, прижимаясь ближе. «Я ведь очень его люблю», – прошептал ей на ухо Михаил. «И уже жизни не представляю без него». «Я знаю», – тихо ответила Настя, поглаживая его по спине. Казалось, они просидели на этой скамейке целую вечность, вот так обнявшись. Но пора было идти. «Но я всё равно хочу найти родного сына», – успокоившись, сказал Михаил. «Я тебе помогу», – заявила Настя, чем заслужила его благодарную улыбку. Отыскать информацию о ребёнке оказалось не так уж и просто. Детский дом долго не хотел разглашать сведения о паре, которая его усыновила. А потому Насте и Мише стоило больших усилий, чтобы, наконец, их уговорить. «Я с места не сдвинусь, пока вы нам всё не расскажете», – упрямо заявила Анастасия. «Сяду прямо здесь и устрою голодовку». Работники детдома пришли в ужас от такой настырности. А Михаил смотрел на неё с восхищением. Ведь она с таким рвением пыталась ему помочь. К сожалению, выяснилось, что его биологического сына забрала пара, которая сейчас живёт в Канаде. А потому любая связь была невозможна. «Настя, это же другой материк», – в отчаянии сказал Михаил. «А знаешь, я думаю, если суждено, то вы обязательно встретитесь, где бы сейчас ни находились. Ну а если нет, то тебя хотя бы будет согревать мысль, что твой сын растёт в хорошей семье». Её слова смогли кое-как успокоить. «Спасибо тебе», – совсем тихо произнёс Михаил. «За что?» – не сразу поняла Настя. «За то, что ты появилась в моей жизни», – откровенно сказал он. Такой ответ заставил Настю густо покраснеть. Однако она не могла не признать, что ей приятно такие слова. Спустя пару дней, когда Тёма наконец выздоровел, Настя и Миша решились рассказать ему правду. «Конечно, эта история опечалила ребёнка, но он сказал, что всё равно любит их и хочет жить только с ними. И мы тебя любим», – растроганно сказала Настя, которая не могла издешать слёз. Они втроём обнялись, и в этот момент она ощутила себя такой счастливой, как никогда раньше. Постепенно жизнь входила в новое русло. Настя развелась с супругом. Как он и обещал, ей ничего не досталось из имущества, но она на него и не претендовала. Единственным её условием было то, что Николай полностью отдаёт ей опеку над Артёмом, что он с радостью и сделал. Поэтому можно сказать, что развелись они полюбовно. По крайней мере, на суде обошлось без скандалов и кровопролитий. После того, как она развелась, Миша признался ей в любви. Давно хотел это сделать, но всё ждал, пока Настя станет свободной. Она ответила ему взаимностью. И потому в скором времени они поженились. Свадьба выдалась весьма скромная. Из гостей был только Артём, который торжественно вынес кольца, и Раиса Ивановна, которая постоянно утирала слёзы платочком. Но, тем не менее, в этот день жених и невеста были самыми счастливыми на свете. Потому что, пройдя через множество испытаний и невзгод, они смогли найти друг друга и подарить надежду на новую жизнь. Настя чувствовала, что она входит в новую фазу своей судьбы. И это стало сказываться на её продуктивности во фрилансе. Её проекты стали ещё лучше, а клиентская база неуклонно росла. Тогда Настя решила оставить библиотеку, чтобы больше времени уделять любимому и прибыльному делу. Доходы выросли настолько, что с лихвой компенсировали её уход. Успехи супруги послужили хорошей мотивацией для Михаила. Он понял, что теперь, когда у него есть своя семья, он больше не может быть сторожем. А потому, набравшись смелости, решил рискнуть и попросить повышения. Начальник обещал подумать и начал к нему внимательно присматриваться. Так Михаил, который ответственно подходил к работе, заслужил новую должность и стал начальником охраны, что тоже приятно сказалось на его зарплате. А спустя пару месяцев после замужества Настя узнала, что беременна. Сперва ей казалось, что тест ошибается, ибо в прошлом несколько раз врачи диагностировали её бесплодие. Но сходив в женскую консультацию, она узнала, что это правда. Придя домой, Настя не могла сдержать слёз радости. «Ты почему плачешь?» встрепенулся Миша, подходя к ней. «Это от радости», — произнесла она. «У нас будет ребёнок», — воскликнула Настя, обнимая супруга. Михаил был поражён ещё больше, чем она. «Ну, разве такое возможно?» — удивлённо спросил он. «Выходит, что да», — засмеялась Настя. «Это чудо какое-то». Новость осчастливила всех обитателей дома. Михаил, который и до этого души не чаял своей супруги, стал заботиться о ней ещё больше. Артёмка принял новость со всей серьёзностью. Стал ответственно готовиться к тому, что скоро станет старшим братом. «Если родится брат, то мы вместе будем играть в футбол», — заявил мальчик. «Ну, а если сестра, то я буду её защищать». Его слова так умилели Настю, что она готова была заплакать от переизбытка чувств. К сожалению, Раисе Ивановне не суждено было дожить до того момента, когда малыш появится на свет. Пожилая женщина много болела к тому времени, а потому умерла, когда Настя ещё была на пятом месяце беременности. Ушла во сне, тихо, безмятежно. Однако, как выяснилось спустя пару недель, Раиса Ивановна оставила завещание на имя Насти. Так, за отсутствием детей, она передавала ей своё жильё, поскольку считала Настю и её сына частью своей семьи. Накопив немного денег, Настя и Михаил приняли решение сделать ремонт. Было бы разумнее до рождения ребёнка переехать сюда. «Кстати, комнату малышу придётся делать в синих тонах», сказала Настя, намекая мужу на то, что стоит ждать мальчика. На минуту Михаил замолчал. Он вспомнил о своём сыне, который находился от него за тысячи километров. Да, он не смог стать для него хорошим отцом, но их ребёнку с Настей он точно сможет подарить всю свою любовь. «Это прекрасная новость», — улыбнулся Михаил, увлекая супругу в свои объятия. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой «палец вверх». Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо! Спасибо!